И так, как всегда, начинаем с рамки. Крайние точки, крайние точки, легкой линией намечаю. Легкой линией наметила свой набросок, теперь мы будем вставлять в грудную клетку и таз. Грудная клетка имеет вот такой наклон. Мы специально попросили модель утрировать прогиб в позвоночнике. Грудная клетка имеет наклон. У грудной клетки есть центральная ось. Посмотрите, мы эту центральную ось как бы как ниточку наслаиваем, наматываем на грудную клетку. Ось груди обычно определяется по соскам. В данном случае можно взять ось купальника. Ось груди всегда стремится за осью плеч. Если плечо поднимается, грудь всегда будет стремиться за плечом. Поэтому ось груди всегда будет стремиться за осью плеч. Вставляем шею. Шея это цилиндр. В основании она имеет эллипс. Шея выгнута немножко вперед. Также я про это расскажу, когда мы будем рисовать положение в профиль. Через несколько минуточек. Плечи. Сейчас мы ведем легкий набросок. Делаем прорисовки карандашом. Потом дальше будем утемнять, усложнять. Так, таз. Таз мы рисуем стилизованно. Вот такую коробочку, немножко трапеции, заужающуюся к низу. Вот так. Вставляем таз. Здесь пойдет вертел. Вертел. И от вертела бедренная кость пойдет к колену. Смотрим, где у нас колено. От вертела намечаем бедренную кость, идущую к колену. Мы все кости, весь разбор будем делать довольно простым, стилизованным. Не будем вдаваться в детали. Но чтобы вам все было понятно. Таз, наша коробочка стилизованная, она как бы прозрачна. И вот с этой стороны тоже находится такой же вертел. И от него тоже пойдет бедренная кость к колену. Я вам сейчас нарисую таз, фаз, если смотреть. Вот она, наша коробочка, вот наш таз. Рисую фазовое положение. Вертел выглядит вот так. Это, собственно, и есть тот сустав, который называется шейка бедра, который так опасен при переломах. И так тяжело срастается и восстанавливается. Вот так это идет все к колену. Мы будем упрощать и стилизовать эти кости. Мы не будем прорисовывать нюансы. Дальше от колена идет берцовая кость к пятке. Мы тоже не будем вдаваться в подробности. Будем показывать стилизованно. Берцовая кость к пятке, к стопе. Берцовая кость к стопе. И так, дальше мы рисуем стопы. Стопы. Завершаем наш набросок легкой линии, где мы что-то недорисовали. Теперь я возьму маркер и буду прорисовывать более подробно. В общем, подскочила заднее бедро, поэтому я спущу его ниже. Итак, не бойтесь вносить изменения в свой рисунок, если вы заметили ошибку. Мы специально начинаем работу легкими материалами, чтобы потом более плотным материалом вносить изменения, и это не было так заметно. Поэтому, если вы увидели ошибку, не бойтесь ее исправить. Переходим к следующему наброску. Итак, профиль легкой линии намечаем. Итак, мы специально попросили нашу модель усилить прогиб в пояснице, чтобы вы увидели динамику этого движения. Смотрите, наклон нашей грудной клеточки вот такой. Намечаем грудную клетку. Намечаем таз. А у таза вот такая ось. Намечаем таз. Итак, позвоночник будет иметь вот такой изгиб. Мы специально в данном случае утрируем, чтобы вы научились видеть пластику движения у человека. Вставка шеи. Шея немножко выгнута вперед. В данном случае я буду это довольно сильно утрировать, чтобы вы увидели, как это изображать. А потом вы сможете рисовать это уже более спокойно, но будете понимать, как это строится. Голова. Сейчас я немножко утрирую вот этот изгиб. Напоминаю. Итак, смотрите. Как неправильно рисовать? Посмотрите, пожалуйста, на второй рисунок. Здесь мы специально максимально выпрямили нашу модель, чтобы показать вам, как рисовать не нужно это положение. То есть, когда ощущение, что модель надели на шест, на прямую палку, в профиль так у человека быть не может. Да, бывают какие-то особенности строения позвоночника, проблемы какие-то с опорно-двигательным аппаратом. Да, это бывает. Но мы не будем на это ориентироваться. Мы будем ориентироваться на динамику, на движение и на выразительность линий и форм. Поэтому вот такой вариант, когда есть ощущение, что человека в профиле надели на столб неправильнее. Поэтому мы утрируем вот эту линию. Вставляем шею, вставляя шею, шею немножечко выгибаем вперед, чтобы опять же утрировать эту линию. Бедренная кость идет к колену, бедренная кость от вертела идет к колену и берцовая кость от колена идет к пятке. Сейчас я расскажу вам хитрость, как изображать опорную ногу, чтобы было ощущение, что действительно нога опорная. Нужно усилить вот эту мышцу, сторону ноги и вот эту, сделать на ней акцент. А другую сторону оставить без усиления. Теперь беру другой маркер и доделываю. Напоминаю, вот здесь усиливаю, а здесь легонечко только намечаю. Здесь усиливаю, а здесь легонечко намечаю. Все, на этом наш набросок готов. Домашнее задание. 10, 20, 30 набросков сколько успеете. Обнаженная натура, либо натура в какой-то минимальной одежде, купальник, либо шорты, майка в различных позах. Первая стадия наброска легкой линии карандашом. Вы размечаете фигуру в листе. Карандашом же вставляете грудную клетку таз, шею, вертел, бедренную кость, идущую к колену, перцовую кость, идущую от колена к пятке. Когда вы проработали конструкцию, вы берете либо линер, либо маркер, либо какой-то более мягкий карандаш, завершаете набросок с учетом конструкции. Если видите какие-то ошибки, вы вносите эти справления. С вами была Дарья Позняк. До новых встреч!